Как вам первая часть нашей встречи? Нравилась? Я думаю, что вы не потеряли время, да? Замечательно. Вторая часть будет так же интересно, да? И даже может быть более интересно. Вот. В перерыве ко мне подходили люди и спрашивали, а как же вот так вот все-таки правильно донести информацию по-моему, как сделать так, чтобы человек тебя услышал? Как сделать так, чтобы человек тебя услышал? Вот. Я передам, как это сделать, но чтобы вы это поняли, вам нужно будет это применить. Вчера на встрече вы немножко об этом говорили, не все, правда, готовы были это услышать. Понимание приходит еще раз, после действия. Что происходит? Вы говорите об МММ, вы встречаетесь с людьми, вы рассказываете. Вчера девушка говорила, что она уже всем рассказала об МММ, да, и она прямо вперед, как за грудки трясет и доносит до них эту информацию, но не всегда они ее слышат. В чем же причина, да? Так вот, первое, что нужно понять, и это очень большой шаг. Между теми людьми, которые развиваются и которые не развиваются, существует граница. Вы сейчас здесь, вы развиваетесь, вы общаетесь с людьми, значит, вы личностно развиваетесь, вы растете. Вы вошли в спираль личностного развития и вы растете. Если вы остановились, нету, середины не существует, сразу начинает деградация идти. Есть люди, которые говорят, я остановился, у меня все хорошо. С этого момента он пошел деградировать. Так вот, вы сейчас развиваетесь. Есть люди, которые не развиваются, то есть они поменяли возможность на гарантированную посредственность. Я не, без, ничего личного в этом нет, я не умоляю нищие достоинства. Просто есть человек, которого устраивает гарантированная посредственность, чем желание добиться каких-то более значимых результатов. Это его жизнь, это его право, это его выбор, и он в любом случае прав. Потому что это его жизнь, это его время, он имеет право на это. Вот. Но вы здесь развиваетесь. Поэтому, как бы вы на разных лодках, вы уже сели в корабль и поплыли, а человек на берегу. У вас разное состояние духа. Вы начинаете объяснять. И всегда в 90-99% случаев возникает возражение. Вы объясняете. Возникает возражение. Какие они бывают? Они бывают разные. Такое кривенькое возражение, да? Разные возражения вам говорят. А это там лохотрон, пирамида и так далее, и так далее. Человек, на самом деле, он может быть сам работает в пирамиде. Ну, вообще, давайте разберем, что такое вообще пирамида. Пирамида это все. Начиная от семьи, да? Это ячейка в обществе основная. И заканчивая там государством. Экономика. Это все пирамида. То есть в семье же есть тот, кто принимает решения, и есть те, кто его слушает. Правильно? Предприятие. Возьму любое предприятие. Завод. В заводе сколько директоров? Один директор, да? Потом идут замдиректора. Их несколько, да? Два-три. Потом идут бухгалтерия. Это уже примерно там 10 человек. Отдел кадров. Потом идут начальники участков, прорабы, мастера. И потом идут там 4 тысячи рабочих. Так? Если нарисовать это, что это будет? Это же самая пирамида. Государство. Это тоже пирамида. Пирамида все строится по пирамидальной схеме, потому что это самая устойчивая фигура вообще пирамида. Низ всегда шире, чем вверх. И пирамиды, они законом не запрещены. То есть нет такого определения в законе, что это пирамида. На данный момент мы с вами не нарушаем российского законодательства. Более того, в Конституции прописано право на благотворительность и взаимопомощь. И мы с вами действуем в соответствии с главным законом Российской Федерации. Мы оказываем благотворительность и взаимопомощь. Каждый из вас положил деньги на свою карточку, свои 5-10 тысяч рублей, что посчитал нужным, больше положил, и перевел какому-то гражданину в другой регион. Оказали помощь. Этот человек на эти деньги, может, там, ребенку одежду купил, или там, родителям еду, там, или еще что-то. Мы имеем на это право. Это то же самое, что вы идете по улице, человек сидит, просит денег, вы ему положили, вы же не нарушили закон? Не нарушили. И он не нарушает закон, если он сидит, просит. Вот. Это нужно, первое, что нужно понять. Поэтому, человек, который вам это говорит, он этого недопонимает. Но возникает возражение. Вот здесь, да, все начинается, все происходит в этот момент, ваш вопрос, да? Все происходит в первые 3 минуты. Либо человек за вами пойдет, либо вы все проиграли. Что делает большинство людей? Они начинают отвечать на возражение. И они входят в игру этого человека. Да нет, это не пирамида, это не такая пирамида, как ты думаешь, это другая пирамида. МММ, она вообще совсем по-другому устроена. Это пирамида кассы взаимопомощи. Здесь никто никого не обманывает. И ля-ля-ля-ля-ля, бла-бла-бла, болтовня пошла. Понимаете? Все, вы входите в игру этого человека, вы только минуту с ним разговаривали, и вы уже все проиграли. Все, можете выйти за дверь. Все, ау. Все, что вы можете ему сказать после этого, это ничему не служит. Это входит в одно ухо, выходит из другого уха. Потому что доверия к вам нет. Нет никакой мощи в ваших словах. Ничего нет серьезного. Что же нужно делать? Вы начинаете объяснять, и вы ждете возражения. Всегда оно возникает. И как только возникает возражение, нужно человека остановить. Нужно посмотреть ему в глаза и сказать, «Стоп! Скажи мне, ты думаешь, что я сейчас делаю? Я здесь кто? Что, я теряю время здесь свое? Ты думаешь, чем я сейчас занимаюсь? Что, я развлекаюсь? Ты знаешь, я лучше этот час проведу со своей семьей. Я здесь не веселюсь. Это серьезно. И ты поймешь почему, если ты послушаешь этот разговор. Но я не хочу терять его времени. В этот момент я работаю. И это важно. И вы смотрите на человека. Что происходит с человеком? В этот момент он раз и опускается. Ни один человек при такой беседе не уходит. Работает уже его подсознание. Оно ему говорит. Сам себе этот человек говорит в своей голове. Этот человек, он не хочет терять свое время. И значит, я тоже с ним не потеряю моего времени. И он будет вас слушать. И только после этого вы можете ему начинать объяснять, что такое МММ. Что это касса взаимопомощи. Что это работает в атаке. Так, что нету никаких гарантий и обязательств. Потому что их вообще нету в этой жизни. Что вы можете в ней участвовать, можете не участвовать. Вы можете участвовать с той суммой, с которой вы посчитаете нужной. Опять же, без гарантий и обязательств. После этого он вас услышит. Если вы этого не делаете, это ничему не служит. Это называется уважение к себе самому. Вы же не хотите терять свое время. Вы же не можете просто так отдать два часа своего времени, не знамо какому человеку. Это ваше время. Это ваша жизнь. Это самое ценное, что у вас есть. Именно поэтому возникает возражение, вы все останавливаете. И вы даете понять человеку, что вы здесь не для того, чтобы терять свое время. Вот это очень важный момент. Вы начнете это осознавать тогда, когда вы это начнете применять. Попробуйте при следующей беседе с человеком сделать вот так. И вы увидите, как это сработает. Вы можете это сделать своими словами. Но важно, чтобы вы не входили в игру, не отвечали, не оправдывались. Как только вы начинаете оправдываться, вы становитесь автоматически виноватым. Понимаете? Вы уже виноваты с этой секунды. Как только вы отвечаете, вы вошли в игру человека, вы стали виноватым. Вы не виноваты на самом деле. Но вы начинаете оправдываться, психологически вы становитесь виноватым. Поэтому не нужно оправдываться, нужно отвечать вопросом на вопрос. Когда вы говорите, скажи мне, ты думаешь, что я сейчас делаю? Человек задает себе вопрос у себя в голове. Что он сейчас делает? Паузу только давайте. Я здесь кто? Пауза. Он опять говорит, он здесь кто? Что я теряю время здесь свое? Что он теряет время здесь свое? Да вроде нет, да? Понимаете? Я что здесь, разникаюсь? Да вроде не разникается. Знаешь, лучше этот час проведу со своей семьей, я здесь не веселюсь. Да действительно, что он вроде не веселится. Понимаете? В этот момент он начинает вас уважать. В этот момент он чувствует вас мощь. В этот момент он понимает, что вы знаете, куда вы идете. Люди нуждаются в том, чтобы почувствовать вас мощными. Люди не идут за теми людьми, которые не знают, куда они идут. Вы ни за кем не идете, если вы не чувствуете человека мощным. Вы сейчас все здесь пришли, да, Сергеем Павловичем, да? Потому что вы чувствуете, да, в нем то, что он знает, куда он идет. Он огласил, да, то, что он хочет. Понимаете? Вы чувствуете, что он не нуждается в людях, да? Люди приходят, кто-то уходит. Все продолжает. Поэтому вы здесь. И так же за вами пойдут люди, когда они почувствуют вас эту мощь. Понимаете? Люди ищут людей. Человек так устроен. Он ищет людей, которые прошли на несколько шагов больше. Которые сломали на несколько страхов больше. Которые расширили свою зону комфорта. Вот это важно понять. После этого вы объясняете, что такое глобальная касса взаимопомощи. Как она функционирует. Я думаю, все это знают здесь, да? Все являются руководителем. Мы на этом не будем останавливаться. После того, как вы все это объяснили, в конце встречи нужно обязательно сделать разговор по душам. Разговор с сердцем. Потому что человек принимает решение сердцем. Не мозгом, а сердцем. На эмоциональном уровне. То есть нужно затронуть человека эмоционально за сердце. Понимаете? То есть поговорить с ним о жизни. Так, с любовью. Если вы действительно хотите помочь людям, нужно поговорить с ним с любовью. Каждый человек это любовь, да? Люди говорят Бог. Бог это и есть любовь. В каждом человеке есть частица Бога, любовь. То есть каждый человек здесь. И когда мы относимся с любовью к людям, то мы как бы существуем в соответствии с высшими законами, так скажем. Так вот. Что же нужно сказать человеку? Нужно спросить у него. Что ты делаешь в жизни? Сколько ты зарабатываешь? Ты женат? Может у тебя есть дети? А ты на каникулах своих детей посылаешь? Ты хочешь отдать своих детей в хорошую школу? Ты хочешь отблагодарить своих родителей? Ты хочешь путешествовать? Ты хочешь иметь свой дом? Ты хочешь иметь машину? Ты хочешь быть свободным? Нужно посмотреть ему в глаза и нужно ему сказать. Ты знаешь, я тебе напомню одну вещь. Однажды ты умрешь. Все умирают. Я тоже умру. Не забывай этого. Я не забываю. Знаешь, странные вещи происходят с человеком. Когда он лежит на своем предсмертном ложе, перед его мысленным взором прокручивается весь фильм его прожитой жизни. И он скажет себе, что же я создал? Чего я добился в своей жизни? На протяжении 50 лет моя цена, моя ценность составляла 1000 долларов в месяц. Я даже не был способен дать пример своим детям. Ничего. Просто пустыня, по которой ветер дует, слегка приподнимая песок. Кладбище, оно переполнено такими людьми. Их много. И знаешь, что страшно? Что сейчас перед тобой стоит человек, сидит человек, который готов тебе помочь. Если ты не берешь эту возможность в свои руки, то это твоя проблема. Это твоя жизнь. Это твое время. Теперь ты понимаешь, что то, о чем я тебе говорю, это важно. Теперь ты понимаешь, почему я не могу терять свое время. Теперь ты понимаешь, что то, о чем я говорю и рассказываю, это важно. И вот тогда человек принимает решение быть с вами. Понимаешь? Вот это нужно говорить людям тысячи раз. С каждым разом, как вы будете это говорить, вы будете понимать еще что-то новое. После этого вы сможете на самом деле помочь людям. Люди, они будут помогать друг другу. Для чего? Мы все здесь и собрались. Помогать друг другу. С благими намерениями. А куда все это приведет? Это уже одному Богу известно. Мы делаем то, что мы должны делать. То, что мы считаем нужным делать. С благими намерениями. Вот. И еще о чем хотел я с вами поговорить. Сейчас я передам микрофон. Ребята тоже добавят от себя, что хотят. А потом мы еще один момент расскажем. Спасибо. Анастас Георгиевич. Молодец вообще. Третий час на год. Уважение дать ему в любом случае. Значит, что у нас... Можно я без микрофона? Я громко буду говорить. Не могу из микрофона. Значит, что сейчас происходит в системе? То есть, по поводу развития. Почему мы сейчас, вот, Анастас Георгиевич учит привлекать именно лично, на личных контактах. То есть, при разговоре с человеком. Потому что реклама уже не действует. То есть, она уже исчерпала себя. А МММ знают все. Ну, реально все. Кто не знает МММ? Да знают все. Но что они знают? Они ничего не знают. Они знают, что есть какой-то МММ. И что СМИ, то есть, создало нам очень, как бы, репутацию нехорошую. То есть, давайте чуть-чуть сначала начнем. Почему работают банки? Просто вообще, как работают банки? Банки берут все то же самое. Это же самая пирамида. Берут наши деньги, дают нам же ими кредиты. Как бы деньги сразу же возвращаются обратно в банк. Проходит круговорот денег. То есть, банк должен очень много. Но, на самом деле, налички там нет. Ну, 20% от того, что он должен. Значит, если Владимир Владимирович Путин, уважаемый... Ну, например, не будем без имен. Ну, уважаемый человек какой-нибудь выйдет и скажет... Граждане, время, телеканал, да? Вы знаете, Збербанк, он рухнул. Ну, все, он рухнул. Завтра что происходит со Збербанком? Он рухнет. Потому что все побегут оттуда забирать деньги. Нам же сказали, что он рухнул. То есть, все, веры нет. А, что делать? Бежим. Карты давали, банкоматы рассовывать. То есть, дайте. Все, а денег нет. Збербанк рухнет. И так рухнет любой банк. Без поддержки СМИ, в данном случае. МММ. Что такое МММ? Мы вынуждены бороться за себя. Мы глобальная касса взаимопомощи. То есть, мы все должны принимать одинаковое активное участие в развитии системы. Потому что, если мы ее не будем развивать, то она, в конце концов, остановится. Сбербанк не остановится. Его все равно будут поддерживать. Нам будут говорить, несите, все нормально. Несите, несите, несите. Будем нести, нести. Налоги будут платить туда. То есть, все будет заходить туда. У нас поддержки нет. У нас только противники нашей системы. Потому что, ну зачем нам обогащаться? Ну зачем это делать? То есть, есть определенное количество людей. Ну, они сами, наверное, так решили, что, ну как бы все в наших руках, деньги у нас. Зачем вот эта вот, ну непонятная серая масса должна играть в те же игры, в которые играем мы. Ну, так что, давайте попробуем все-таки поиграть в эту игру. Попробуем перейти через себя, переступить, начать развиваться, начать делать какие-то шаги. Ну, просто даже для себя. Даже для того, чтобы, вот как говорит Анастас, завтра дать своим детям, своим женам там что-то, своим родителям. То есть, вообще самоутвердиться, ну, как бы, вот мне 29 лет. У меня все хорошо вообще в жизни, все отлично. Ну, я, я имею, ну я могу жить в любой стране, в которой захочу, посещать любой город. Вот, как бы, я не нуждаюсь ни в чем. То есть, я ем ту иду, которую хочу. Но мне никто в этом не помог, просто я сам работаю, я хочу, мне это нравится. Я иду, я ошибаюсь, я падаю, спотыкаюсь, стою, опять иду. Вот, и я собрал хорошую команду вокруг себя, я очень их люблю, ценю, уважаю. Опять-таки, вернусь в команде. Только в команде мы сможем добиться чего-то. Но когда у нас будет команда вообще огромная, большая, то мы победим все. Мы пройдем этот путь вместе, как бы, наверное. Вы все это сможете сделать, потому что тут ничего сложного нет. Идите просто и не останавливайтесь. И все будет у всех хорошо. Вместе мы можем многое. Как это преодолеть, да? Каждый хочет научиться делать то, чего он раньше не мог делать. Вопрос. Чем отличается трус от героя? Никогда не задумывались? Есть версии? Герой преодолевает страх. О, правильно. То есть, трус боится и не делает, а герой боится и делает. Все, больше нет никакой разницы. Все боятся. Это ясно. Все боятся. Но один делает, а другой не делает. Вот и вся разница. Тот, кто делает, что он делает? Он расширяет свою зону комфорта. Зону своего влияния. Значит, смотрите. Я нарисую такой рисунок. Вот есть вы, да? Видите сердечко. Вот есть вы. И у вас есть ваша зона комфорта. Это та территория, в которой вы себя чувствуете, как свои тарелки. То есть, это та территория, которая вами изучена уже. Что в ней находится? В ней находится ваш дом, ваша семья, ваш заработок, ваши друзья, ваши привычки. Кто-то пивка попить, кто-то сигарет покурить, кто-то на дискотеку. Здесь, что еще, да? Любимый человек, любовь. Ваша работа любимая. И так далее. То есть, это изученная ваша территория. То, что внутри, это тот опыт, который вы в этой жизни уже имеете. Вот эта черта, вот эта черта, это граница. Это граница вашего опыта. То есть, за этой чертой неизвестная территория. Вы там не были. Здесь, дальше, страх. Ну, простой пример, такой жизненный, да? Все мы когда-то не занимались сексом, да? Ну, то своего совершеннолетняя. И нам было страшно. Первый раз. Скажите, страшно было? Честно, откровенно, положа руку на сердце. А получится у меня или не получится, да? А вдруг там обо мне, там, мой любимый человек подумает, что-то там не то. Может, что я какой-то не такой. Или я какая-то не такая, да? И так далее. И всякие глупости начинают лезть в голову. Потом, что происходит? Один раз. Второй раз уже лучше. Пятый раз еще лучше, да? Десятый раз еще лучше. С каждым разом, да? Это начинает вам больше. Это даже начинает вам приносить удовольствие. Чем больше вы это делаете, тем больше вы начинает это хотеться продолжать делать. Это такой же пример, как выступать на сцене. Первый раз выходите, страшно. Второй раз лучше. Десятый раз вас уже отсюда не выгонишь. Вам это начинает нравиться. Вы начинаете получать удовольствие. Микрофон происходит на сцене. Все, что когда-то нам приносило страх, все это становится зоной нашего удовольствия. Через время, когда мы этот страх перешагнули. Масса примеров, да? Там, может быть, пример такой с моря, головой с волнореза кто-то нырял. Есть люди, кто нырял? Есть. Первый раз страшно, а потом начинает нравиться, да? Потом уже и сальто хочется скрутить. И так далее. А волну секса больше понравился, более жизненный. Так вот, возле этой территории существует все то, чего в нашей жизни не было. Ну, для кого-то, может быть. Для кого-то это может быть свой дом, да? Я думаю, все люди хотят иметь свой дом. Я не очень хороший художник, но это не мешает зарабатывать деньги. Сразу предупреждаю. Вот. Потом. У кого-то нету любимого человека. Ну, мы знаем, что любовь, она есть. В природе. У кого-то, у кого-то не устраивает его заработок. Ну, мы знаем, что здесь есть и другой заработок. Может быть, кто-то хочет себе купить другой автомобиль. Тот, который у него есть, его не устраивает, да? Не знаю, там, со значком таким знакомым. И так далее. Масса вещей, которые можно желать. Все, что вы желаете. Все, что вы желаете, это все есть. Более того, вы всего этого можете добиться и достичь. Знаете, есть такой закон. Все, что вы в своей голове сможете представить, всего этого вы можете достичь. Границ нет. Единственный человек, который может вам помешать, это вы сами. Никто не может сказать, кроме вас самих, заметьте, так оно в жизни и было. Никто, кроме вас самих, вам никогда не говорил, я не могу. Часто такие вещи мы говорим себе. Я не могу. Я не могу. Вот это я не могу. Вот это могу, а вот это не могу. Кто за нас эту границу устанавливает? Мы сами. Мы сами являемся хозяевами своей жизни. Знаете, мозг человека работает как выключатель. Как тысяча выключателей. Если вы себе говорите, я не могу, с этого момента вы не можете. Вы включили выключатель, не тот. Если вы говорите себе, я могу, вы включили нужный выключатель. И вы можете. То есть это первый шаг. Нужно сказать, я могу все, что я захочу. Что я считаю нужным. Все это я могу. Вот это первый момент, который такой очень важный, который нужно. Это вера в себя, понимаете. Когда люди начинают верить в себя, тогда за ними начинают идти другие люди. Так вот. И здесь, к этой границе. Большинство людей подходит к этой границе. Что делают здесь? Их начинает одолевать страх. Дальше неизвестная зона. Мы не знаем, что там. Нам становится страшно. Ну, допустим, вот есть люди, которые не из города Москвы, да? И у них нету базы данных о том, о чем мы говорили в начале. Помните? Ромашку рисовали, да? Список имен. Есть люди, которые не из Москвы, у них нет базы данных здесь. Есть? Вот. И они думают, классно, конечно. Ромашка, это прикольно. Ну, как же для меня это сработает? У меня здесь нет ни одного знакомого. Это может сработать не для вас. Каким образом? Есть техника. Холодный контакт. Вы можете заговорить с человеком, с незнакомым на улице, познакомиться, взять у него контактный телефон, потом его пригласить по вот этой схеме, рассказать ему по вот этой концепции, и все. И у вас появится целый список имен, потому что он местный. 500 человек, 1000 человек. Как сделать холодный контакт? Элементально просто. Где бы вы ни находились, вы можете сказать человеку, приглянулся вам человек к каким-то параминам. Просто, знаете, есть симпатия к человеку, есть антипатия. Вы не знаете, почему это происходит. Это как прибор свой-чужой, да, это без участия было доработать. Вот понравился вам человек, как бы симпатия к ним. Вы ему говорите, в хорошем понимании этого слова, вы ему говорите, одну минуту, добрый день, обратил на вас внимание, создаете впечатление серьезного человека. Это так? Я не ошибся? Человек может сказать, вы ошиблись, вы ему тогда, всего доброго, до свидания. Он говорит, нет, не ошиблись, да, это так. Вы говорите, меня зовут Анастас, а вас как? Александр, очень приятно. Александр, я сейчас расширяю свое дело, меня интересует несколько серьезных людей. Можете оставить контактный телефон, возможно, у меня к вам будет деловое предложение. Если бы я вам так сказал, вы бы оставили бы? Оставили. То же самое с вами, если вы будете солидно выглядеть, ну, не в шортах, да, без перегара, побритый, и вы остановите человека и скажете ему эти вещи, знаете, то минимум 20%, а максимум 80% вам оставят свои телефоны. И будут ждать вашего звонка. Вы ему позвоните, пригласите ему на встречу, и опять же, 20 на 80% это закон Паретта, всегда все делится 20 на 80%. Вам человек придет. Можно сделать немножко по-другому контакт. Где-то вы находитесь в магазине, да, там, продавщица вас обслуживает или в кафе. Вы можете просто спросить у нее, а зачем вы этим занимаетесь? И послушать ее. А зачем вот вы работаете в магазине? Человек начнет отвечать. Вы его послушаете, а потом ему скажете, вы знаете, очень интересный человек мне так кажется, я ошибаюсь. Меня зовут Анастас, Ава Стас. Ирина, очень приятно. Можете оставить контактный телефон, возможно, будет вам деловое предложение. А что за предложение? Ну, Ирина, мы с вами мало знакомы, чтобы я сейчас вам в двух словах здесь объяснил. Я вам позвоню, мы встретимся с вами в офисе, и я подробно изложу суть дела. Все. Все очень просто. Вопрос, готовы ли вы преодолевать вот этот страх на этой границе. Понимаете? А это зависит от того, каковы ваши цели. Если ваши цели, они высоки, тогда вы сможете преодолеть этот страх. Если цели, они низки, тогда у вас не хватит силы духа преодолеть вот этот страх. 80% людей, они возвращаются обратно в эту зону комфорта, им здесь комфортно. и только 20% людей выходят отсюда, это те люди, у которых их цели больше, чем их страхи. Их цели, они дают им энергию преодолеть вот эти трудности. И что с ними происходит? Их зона комфорта, она расширяется. И нет границ, понимаете? И дальше эту зону комфорта опять надо расширять. И нет границ. Вы опять ее расширяете. Хотите быстро преуспеть? Делайте то, чего вы боитесь. Делайте то, чего вы не хотите делать. И вы быстро преуспеете. Как правильно поставить цель, которая вас будет мотивировать? Да? Есть много тренингов по этому поводу. Что там есть цели краткосрочные, среднесрочные, дальнесрочные. Я вам рекомендую выписать ваши цели. Все, какие у вас есть. На листочке. Подумайте хорошенечко там. Для этого много времени не надо. 5-10 минут. Выпишите свои цели. После этого из этих целей выберите самые важные 5. Самые важные для вас 5. И потом из этих 5 выберите одну. Самую-самую важную. И вот это будет именно та цель, которая будет давать вам энергию. Все остальное это бижутерия. А вот именно вот эта цель одна из всех. Она будет вас мотивировать. Для кого-то это может быть машина. Для кого-то это может быть я не знаю дом. Для кого-то может быть еще что-то. Допустим, у меня вот такая цель была год назад. Я хотел дачу. Я очень сильно хотел дачу. Вот она у меня сейчас есть. Почему? Потому что нет ничего невозможного для нас. Все находится у нас самих. Разрешите себе это. Поставьте себе цель ясную, четкую. Если вы ее хотите, начинайте действовать. В ваших руках сегодня есть инструмент. Что такое МММ? Это инструмент для достижения вашей цели. Просто возьмите его и воспользуйтесь им. Понимаете? Есть инструмент у слесаря, газовый ключ. Он без слесаря не работает. Он просто лежит. Есть инструмент художника, кисть. Без художника она не работает. Так вот, берите этот инструмент, воспользуйтесь им, вы сможете преуспеть. Границ нет. Все границы мы сами себе только можем установить. Единственный человек, который может вам помешать, это тот человек, который сидит на вашем собственном месте. Вот эти вещи все очень важны. Для того, чтобы всем все выплатилось, сколько должно быть денег людей в системе? Сколько процентов? 350 миллионов. 350 миллионов. тысяча процентов, да? Тысяча процентов людей должно быть и, соответственно, тысяча процентов денег. Мы этого уровня достигли или пока еще нет? Сбербанк не достигли. Да. Еще даже Сбербанк не достигли. Поэтому наша задача сейчас просто развивать систему и как только мы перевалим вот этот порог в 10 раз больше, то все все выплатят. Естественно, вот из круга общения данного человека получило только два человека, три, единицы какие-то. естественно, у нас круга общения может быть там человек 15-20-100 человек. Это приблизительно может быть один процент. Ну и, соответственно, да, пока развиваем, развиваем. Те, кто ждут, те, конечно... И от нас опять-таки все зависит от нас. Чем больше мы будем привлекать систему денег, тем быстрее мы погасим эти долги. На самом деле есть три пути по выплату 2011. То есть первый путь это ждать выплаты от системы. То, что выплаты от системы происходит, мы видим на сайте, там периодически появляются новости, что возврат по 2011. Но это будет самый длинный. Есть путь покороче. Это когда руководители своих структур сбрасываются бонусами и тоже участникам то есть компенсируют. Ну и в этом случае какие благие цели не были, вы видите, что невозможно тем, кто просит всем, да, невозможно всем выполнить. Четко вы это понимаете. Мы не хотим выплатить тем, кому реально 5-10 тысяч и есть. Я понимаю. И в системе то же самое. То есть даже тем, кто реально надо выплатить, то есть все равно количество зашкаливает. То есть вы собираете деньги, но вас ничего не выплачивает. Нет, вы вы выплатите, то есть путь первый, а система ждать, он длинный. Руководители сбрасываются своими бонусами, участники собирают, тоже выплаты есть. Это покороче путь. Но самый быстрый это участник 11-й, стать участником 12-й. Это путь самый короткий. Ребята, это ошибка всей системы. Сейчас мы работаем на старых деньгах и на старой базе. Нам нужна новая, новая, новая. Деньги нужны новые. Мы что сделали? 11-ю перекинули и все, и пытаемся на них играть. Нет, нам нужно развиваться, нужны новые люди, новые деньги. Новые люди создадут еще новых людей. То есть на старых не надо заморачиваться, не надо объяснять человеку, которые... Вот вы задаете вопрос. Мои люди отреагировали на 50% и восемь. Значит, эти люди, они все участники 11-й. А где участники свежие, которые не знали, что было 11-й, что было 11-й? Я не сказал, я не слышал. Послушайте, ребят, на самом деле, будьте внимательны, сейчас важные вещи скажу. На самом деле, все в вашей голове происходит. Все происходит в вашей голове в первую очередь. Как вы думаете, так и происходит. Вы думаете, что сейчас вам вот так скажут, вы думаете о своей голове. Вы встречаетесь с человеком, и он вам говорит то, что вы думали. Вы думаете, блин, я так и знал. Ёлки-палки. Как так получается? Я только об этом подумал, а он мне об этом говорит. Да потому что у вас на лбу это написано, понимаете, при встрече. Вы встретились с человеком, вы ему еще ничего не говорили, но ваши эгрегоры уже пообщались. То есть, ваша ментальная оболочка, да, и его ментальная оболочка. Между собой уже поговорили. Если у вас есть страх, что вам сейчас об этом скажут, то вы будете встречаться именно с этими людьми. Здесь есть один момент. Вот у вас сейчас внутри, да, состояние какое? Что есть незаконченные дела по одиннадцатой. Вы чувствуете какую-то моральную ответственность. Это нормально. Если вы никому ничего не обещали, то эта ответственность, она должна быть все равно минимальной. Вы же эти деньги не в карман себе положили, не в карман. Вы полкили другим участникам, помогли. Но у вас в душе это остается как незаконченные дела. И эти незаконченные дела, они забирают вашу энергию. Знаете, это как незаконченная книга, которую вы недочитали. Это как незаконченные там стройка, которую вы не закончили. И так далее, и так далее. То есть я вам порекомендую, да, принять для себя решение, что вы закончили все эти дела. Даже если вы их не закончили, посчитайте для себя их законченными. Перелесните страницу, идите дальше. Потому что получается так, что вы сейчас здесь в настоящем, вы идете вперед, а глаза у вас сзади. Глаза сзади. Что с вами происходит? Вы втыкаетесь, да, вы можете упасть. Вы тормозитесь, вы пробуксовываете на месте. Нужно смотреть вперед. Прошлого его уже нет. Есть только будущее и ваши действия в настоящем. То есть каждый из нас сегодня является результатом тех действий, тех мыслей, тех поступков, которые мы делали вчера. И каждый из нас завтра станет результатом тех действий, тех мыслей, тех поступков, которые мы совершаем сегодня. Мы можем изменить свое будущее путем изменения своих действий, мыслей, действий в настоящем. Поэтому я вам рекомендую, оставьте это. Придет время, это поможет всем. Сейчас, чтобы, если вы хотите, помочь этим людям действительно, делайте конкретную, позитивную работу сейчас в настоящем. А это, возвращаемся вот сюда. Есть вы, есть у вас 500, 1000, 1500 знакомых. Скольким людям вы еще об этом не рассказали? То, что там кто-то кому-то скажет, вы можете прямо так и ответить. Да, это была касса взаимопомощи. Да, мы помогали людям. Да, на какой-то момент она накрылась. В результате чего? Вы сами прекрасно знаете. Все знают, в результате чего? Возникла крупномасштабная паника в средствах массовой информации. Арест Сергея Пантелеевича. Показали по всем каналам, там, я не знаю, сколько сотен раз. Это спровоцировало панику. Плюс некоторые средства, из-за того, что система была несовершенна, были недоступны. Из-за одного региона средства не выплачивались, с другой, да? Были задержки. Были задержки. Руководители были некомпетентны. Некоторые некомпетентны, некоторые недобросовестны. Все это повлияло на такую цепочку черту событий. Но конкретно вашей вины в этом нет. Если вы честно, откровенно предупреждали людей, и поэтому сейчас их опять нужно предупреждать, что мы не знаем, что будет дальше. Всегда нужно говорить людям, ребята, адрескуйте адекватными суммами. Если вы хотите действительно участвовать в этом, да, вы приходите сюда за деньгами. Но трезво смотрите на вещи. Конечно, в одной части разбогатеть хочется всем. Но надо тоже трезво понимать, что это не всегда так бывает. Конечно, хочется вложить миллион, да, и получить три с половиной. Прикольно. Но если у тебя их там хотя бы два миллиона, ты можешь один вложить. Но если у тебя его нету вообще, ты берешь его в долг, да, и закладываешь свою квартиру, и рискуешь тем, что твои дети пойдут на улицу жить. Ну, это просто неумно. Так же, знаете, человек может масса таких вещей наделать, глупости. Я считаю, что таким вкладчикам нужно обращаться к ребятам в белых халатах. Для чего? Для того, чтобы кто-то получил свои выплаты по 2011. Для того, чтобы кто-то получил свои выигрыши в 2012. Там свои автомобили или кто куда-то вкладывал. Для всего этого наша задача развивать систему. Вот сейчас мы здесь специально для этого. То есть, на сегодняшний день какие действия нужно нам сделать, чтобы пошел результат, чтобы пошел рост в МММ здесь, в этом регионе, в городе Москва. Как вы думаете? Есть мысли по этому поводу? Есть ли? Да. Газеты раздавай. И бумажки. Реклама уже отработала. Уже все знают. Так, а еще какие мысли? Ну, надо сделать третью рекламу. Такую, которая не знает. Еще какие мысли? Нововведение нужно. Правильно. Вот сейчас мы здесь делаем нововведение. И возвращаемся к тому, о чем мы говорим. Еще раз, да? У нас просто в некоторых регионах делается так. Просто сидит человек, который очень хорошо умеет разговаривать, рассказывать вот то, что сейчас вам дает Анастас. То есть, он дает именно эту школу. Приходят люди, которые, например, ищут работу. Мы приглашаем на работу людей. Анастас Георгиевич рассказывает им. И из десяти человек пришедших двое становятся новыми руководителями. Приводят новые деньги новых людей. То есть, создавайте школы десятников и объясняйте людям, как они могут зарабатывать деньги. И все. Правильно, уже все все знают. И так, что она есть, но они знают, что это такое. Тем самым, либо человек приносит, либо становится руководителем. Расширяйте просто. Расширяйте. Это один метод, да? Вот сейчас я хотел поговорить еще о другом. Смотрите, что важно понять. Важно понять, что люди идут за людьми. Люди не идут за газетами. Они не идут за брошюрками. Они не идут за визитками, за флажками и так далее. Люди идут за людьми. Это закон. Кто не верит, тот поймет. Через действия. Каждый человек, который сидит в этом зале, может за собой повести людей. Как это сделать? Возвращаемся к классическому варианту. База данных, приглашение, промоушен на то, куда вы приглашаете. Люди приходят завтра на конференцию. Во сколько состоится конференция, Алексей? Завтра с 3 до 7. С 3 до 7. В это же время, в этом же зале. Для участников. В этом же зале. Да, завтра. С 3 до 7. Значит, завтра в 15.00, в этом зале состоится конференция для всех желающих узнать подробную информацию о МММ. Что здесь будет конкретно? Здесь будет объяснены причины закрытия МММ-2011. Если у кого-то есть горячие, извиняюсь, горячие люди, которым невозможно объяснить что-то, то давайте пусть и завтра будет мы им объяснение. Причина закрытия МММ-2011. Второе. Здесь будет подробно, подробно разжеван, объяснен механизм работы МММ-2012. Есть люди, которые в МММ-2012 получили уже свою взаимопомощь. Есть такие? Вот завтра вам будет задан такой вопрос, поднимите, пожалуйста, руки. Хорошо? И вы их поднимите, потому что это правда. Третье. Будет прифиг. Каждый человек сможет задать вопросы, и мы сделаем все возможное, чтобы на них компетентно ответить. И поэтому вам нужно сейчас прийти домой, сесть, открыть свою базу данных, которую вы вчера написали. Если вы вчера не написали, то сегодня напишите. И начать им звонить, этим людям. Если это человек, с которым вы дружите, конечно, не нужно ему какими-то там заумными фразами говорить, чтобы он не подумал, а что это с Галей, что это там, это все нормально, как у нее с головой. Говорите ему простыми фразами, которые она привыкла от вас слышать. Если это малый знакомый человек, пользуйтесь классической семьей. И приглашайте их сюда. Да, это, наверное, МММ. Послушай, а ты хочешь разобраться, что такое МММ? Да, хочу. Вот именно поэтому я тебя и приглашаю на встречу. Эта встреча тебя ни к чему не оказывает. Но ты узнаешь там подробно все от компетентных людей и сможешь сложить свое собственное мнение, чтобы у тебя не было сомнений. Потому что сомнение, приставка со, означает объединенные мнения других людей. Соединенные мнения. А у вас должно быть свое собственное мнение. Если хочешь, чтобы у тебя появилось собственное мнение, будь добр, да, возьми себя. Сюда приехали люди, которые смогут тебе ответить на твои вопросы. Принеси свое тело, свою голову на эту конференцию. И здесь ты все узнаешь. И это тебя ни к чему не обязывает. Тебе не нужен будет вход бесплатный. С тебя тут на входе денег не возьмут. Иди, посиди, послушай, задай вопросы. Ваша задача сейчас проинформировать этот регион, что будет такая конференция. Возьмите на себя ответственность. Понимаете? Ответственность это то, что продвигает. Вот здесь зал, сколько здесь мест? 500 человек поместится? Нет, 300. 300 человек. Сделайте так, чтобы здесь не было места сидячего. Сделайте так, чтобы люди стояли. Вот я вам просил аплодисменты. Вот городу Улан-Утэ, они сделали, и люди стояли в зале. Именно поэтому сегодня у них идет рост, да, и человек, Антон, он говорил о том, что уже более 100 человек пошло в ММН. Именно потому, что они поработали, так как нужно было поработать. И в зале не было свободных мест, не были люди, которые стояли. Вот Алексей Щукин там был, он подтвердит, что это правда. Вот, понимаете, результат на сегодняшний день. В их регионе, в их регионе сейчас пошел рост, как следствие, они могут выплачивать своим бабушкам, которые, правильно, понимаете? Все взаимосвязано. Все начинается с нас, с мамой. Мы являемся причиной. Поэтому давайте сделаем так. Сегодня мы же можем многое, если мы действительно хотим помочь системе, помочь другим людям, оказать им взаимопомощь. Давайте сделаем усилие, выйдем из этой зоны комфорта, не будем там сидеть дальше, да? Потому что стоячая вода, что с ней происходит? Она затухает потом. Надо двигаться, под лежачий камень вода не течет. Возьмите, наберитесь службы и позвоните тем людям, которым вы до этого не звонили. За ним открываются новые возможности. На самом деле проблем нет. Каждая проблема, это новое окно возможностей. Если вы открутите пленку жизни назад, то вы четко увидите, что за каждой проблемой открывалась целая куча возможностей. И каждая проблема, это для вас было просто как ступенька к вашему успеху. И вот сейчас смотрите на решение. Не смотрите в проблемы, смотрите в решение. Придите сейчас домой, возьмите телефон и позвоните 50 людям. Покажите, докажите самому себе, что вы лидер, что вы можете. Сделайте это ради самого себя, ради своей семьи, ради своих детей, ради того, чтобы у вас было самое лучшее будущее. И в вашем регионе, это столица, чтобы здесь в столице была самая большая группа МММ, самая большая группа и начиная от вас, распространилась по всему миру. Добрый путь. На этом мы и заканчиваем нашу конференцию сегодняшнюю. Мы верим в каждого из вас. Поверьте, всегда вы. Было приятно с вами пообщаться. До завтра. Ждем вас многочисленными. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова